Всё, ладно, пока, бро, увидимся завтра. Приветищи! Это VR-игра под названием Person Boss, то есть тюремный босс. Я так полагаю, что это про меня. Эээ, прости, точнее, про нас с тобой. Короче, не забывай поставить лайкос под этот видос и подписаться, если ты ещё не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видео. Ну, а мы начинаем. Приходим к нашим ночным тёмным делишкам. Так, значит, достаем нашу припрятанную контрабанду. Листочечки обязательно, как же без них. Кстати, мне вот непонятно, почему надзиратель может мне сделать ата-та за листочки, если я их не уберу. Это же просто бумага. Табака совсем нету. Капец, мой бизнес загибается. Надо срочно купить побольше табака. Напоминаю тебе, что курение вредит здоровью. Сам я не курю и тебе не советую. Даже наш с тобой главный герой в игре не курит. Он продаёт эти сигареты, понимаешь? Вот, одну мы сготовили, мы её сразу с тобой прячем. Да, походу за эту ночь у нас с тобой будет тухленько. Всего-то две сигаретки. И эти две сигаретки... Ещё табак остался. Значит, будут три сигаретки. Всё, ништяк. Короче, мы эти три сигаретки не продадим, а дадим нашему продавцу. Тому самому пухляшу, который прибегает к нам поутру. Дело всё в том, что он мне нашептал на ушку. Такой говорит, если ты будешь налево сигареты мне отдавать, а не продавать, я тебе кое-что подгоню. Я такой, ну окей, ладно, давай, сейчас я намучу по-быстренькому за эту ночь. Ну вот, собственно, мы с тобой и куролесим. Точнее, ты смотришь, а я куролесю. О, чёрт, я слышу шаги надзирателя. Всё, по-быстренькому упаковываемся, убираемся. О, чёрт, ящик не запирается, бумажка торчит. Ладно, пофиг. Думаю, не страшно. Пятница. Девятый день зимы. Четвёртый день в тюрьме. Так. О, здорово, братиш. Да, кулачками давайте. Бах, бух. Значит, вот. Сигареты налево. Сейчас мы тебе их отдадим. И он нам что-то взамен должен дать. Посмотрим, что. Чёртова бумага, она меня так бесит. Вот, последняя, третья. Всё, больше нету. А это мне на туалет пойдёт, всё. Так, задание называется. Они висят на хвосте. Выполняем его. Фигайся, чё, Новый год, что ли? Рост репутации. Ещё и репутацию подняли. Сколько подарков, офигеть, у меня столько на Новый год даже не бывает. Ну и чё, давай отпирать, открывать. Посмотрим, что там. Я выбираю красный. Что там, что там, что там. Теперь доступно эротическое письмо. О, божечки. Я ещё сейчас писаниной буду заниматься. Ладно. Тут чего? Доступно больше табака. Обалденно. Мне вечно его не хватает. В этой коробочке чё нам попалось? По-моему, карандаш. У меня теперь доступен карандаш. Ну, конечно, мне же надо как-то писать эротические письма. А тут чего? Чё там? Больше бумаги. Блин, у меня и так нормально бумаги. Зачем мне ещё больше? А осталось ещё две коробочки. В этой нам попалась тумбочка с ящиками. О, ништяк. Надо в магаз гонять, прикупить. А то у меня совсем нет мебели. И здесь у нас настольная лампа. А чешуяна. Она мне пригодится для писанины. Интересно, а кому я буду писать эротические письма? Неужели они, как и сигарета, будут уходить заключённым? Фу, как это противно. Так, пришло время потратить мои бабочки. Опс, мне эти бабочки. Вот эти вот зелёненькие. Долларовые. 18 баксов. Побольше надо закинуть. У меня аж все материалы закончились. Как бизнес это процветать? Значит, покупаем табак. Три штуки табака. И бумаги немного. Так же карандаш возьмём. О, блин, уже в минус ушёл. А, последнюю заначку достану. Ещё 10 баксов сюда. Чё там ещё мне прикупить? А, да, точно. Надо купить лампу обязательно. А то ночью ни черта не видно. А так хоть будет какое-то минимальное освещение. А это чё за лобода? Плёнка, что ли? Чё-чё написано? Как делать разные вещи? И нарисован листочек с сердечком. А, это, наверное, обучение, как эти, эротические письма писать. Конечно, я ж с дубиной без обучения не разберусь. Этот мы табачок убираем. А то, мало ли, сейчас к нам надзиратель как сбежит, скажет... А-а-а! Всё, поймали тебя с поличным. Долбаный последний листочек вечно торчит. Вот это другое дело. Ну чё, давай посмотрим этот фильмец. О, там чё-то сзади инструкции. Как мне эту кассету посмотреть? У меня даже проигрывать или нет? О, кассета в руках взорвалась. Персон Босс представляет, или как своими руками проложить себе путь в тюрьме. В главной роли Луис Карлупа. Короткие эротические рассказы. Фигаси. Из тюрьмы в кинох попал. О, круто, это не мой кино, читать надо. Но мне так лень. А здесь есть попкорн где? О, микроволнов! Можно хавчик погреть. Жалко, у меня с собой ничего нет. Надо было из тюрьмы бумагу взять. Хотя бы жён и бумагу пожевал бы. Шаг первый. Возьми карандаш. Окей. Шаг второй. Напиши письмо. А-а-а! Как он быстро пишет его! Да я так никогда не сумею! Ладно, давай попробуем. Не важно, что у меня карандаш как-то криво держится. Я вроде как чё-то отпишу. О-о-о! Лаба-лаба-де! Чё? Это чё, я написал, что-то? Попа! Это чё, попа? Можно это стереть? Я не хочу, чтобы это было у меня в бумаге. У меня же есть на карандаше резиночка. Ну стирайся же! А-а-а! В топку! Всё равно обучение. Больше никаких поп. Надо запомнить его. А-а! Это не попа, это и девчонку какую-то нарисовал. Поздравляем тебя с неизготовлением этой вещи. О! Снова в тюрьме! Офига себе, меня шмон тыляет. Блин, надо было микроволновку оттуда стырить. В общем, я купил всё, что заказывал. Карандаш, листочки, табак. И, скорее всего, лампа в коробке. Сейчас мы всё это уберём аккуратненько, чтобы не мешалось. Ну чё, самое интересное, приступаем к распаковке. Лампу поставим на край стола. Чёрт! Руки не держат. Ну вот, другое дело. Теперь по ночам хоть будет маломальский свет какой-то. Чё насчёт карандаша? Я так и не разобрался. Резинка-то у него действующая или нет? Вот, решёточку сотрёт. Не, не сотрёт. Ладно, как насчёт написать что-нибудь на парте. Как школьные года. Чё-то ничего не пишется, блин. Ятишкин корень. Я совсем забыл про торгаша. Надо же его отпустить. Всё, пакеды, братиш. Наступила ночь. Это означает, что пришло время чёрных делишек. Достаем, значит, бумажку. Обязательно, обязательно нужно включить свет, чтобы не испортить глаза. Вот так вот у нас с тобой сегодня романтик. И начинаем ваять письмо. Дорогая Люба, пишу тебе из тюрьмы. Кормит хорошо. Я не жалуюсь. Сплю. Так, никого здесь нет? Никто не послушивает? Вроде нет. Ну, хорошо. Как мне здесь спиться? Ну, вроде бы неплохо. Хотя иногда бывает бессонница. Ну, наверное, так и напишу. Спиться неплохо. Ну, иногда бывает бессонница. Наверное, из-за того, что сплю на полу. А? Наконец, писанина хоть отобразилась. Так, про что бы ещё написать? Здесь нет туалета. Хм. О, надзорные пошли. Два часа ночи, они только вышли. Короче, в камере нету туалета. Ходят бесячий надзорный. Такие смешные. Вон, вон, вон. Вот такие вот. Сейчас я тебе нарисую. Кипяток мне в трусы. Не успеваю. Хм, блин. Сейчас надзорный же подойдёт. Спалит с меня с романтическим письмом. Капец, надо всё это спрятать. Срочно, срочно прячем. Прячем вот так. Фух. Фух. Свет надо выключить. Ай, пронесло. Близко было, очень близко. Я аж вспотел. Фух. Так, потный мой лоб. Всё. Надзор прошёл. Можно доставать. Где там моё письмо романтическое? Я там только начал рисовать этих надзорных. На самом интересном месте остановился, блин. Надзорные здесь. Выглядят как яйца. Или картошина. Один. Чёрт, он там ещё далеко-далеко. Один раз меня уже повязали с бумагой и табаком. Чё, блин? Это чё за пацан в душе? Я надзорного рисовал? Позорище. Как такой люпки-то отправлять? Блин, ладно. Потом подумаю, надо это всё убрать. Надзорный бежит. Если меня ещё надзорный с такой бумажкой найдёт, это вообще капец будет. Ну, я сплю. Табак снится, бумажки снятся. Ай, это мне не снится, это я своей башкой стол проломил. Надзорный вроде прошёл. Шашланд, надо за эту ночь ещё успеть пару сигареток сделать. А то совсем денег не осталось. С этим романтическим письмом провозился всю ночь, долбанная писанина. Днём работать нельзя. Суббота, десятый день зимы, пятый день в тюрьме. Ёшки-матрёшки. Шесть утра уже, начало седьмого, обалдеть. Вот это я просидел всю ночь. Здорово, бро. Чё тебе налево, там ещё можно отдать. Два романтических письма и четыре сигареты. Блин, у меня столько нету. У меня вообще голяк. Пару бумажек, да табак. Может, чё-то другое есть? Четыре сигареты. Короче, ладно. В следующий раз, бро, окей? А я, пожалуй, посплю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова